Здравствуйте, грядущие! Новые выходные будут очень насыщенными, поэтому сразу к делу. Для нас с вами отдых начинается уже в пятницу. В 18.30 на стадионе «Текстильщик» ивановская команда «Красно-Черный» встретит гостей из города Москва, клуб «Казанка». Если по каким-то причинам вы не можете прийти на стадион, не стесняясь, включайте телевизор. Мы покажем вам в прямом эфире, как проходит этот матч. В субботу в хоккее будут играть маленькие мужчины. В Олимпии в 12.00 стартуют соревнования среди команд по хоккею и участники 2009-2010 годов рождения. А в Приволжске для тех, кого не смущают расстояния, оба выходных будет проходить международный семинар по каратэ. Спортсмены расскажут о своих проблемах и продемонстрируют что-нибудь интересное. Будет довольно весело. А вот о развлекательных мероприятиях и о культуре расскажу немножко поподробнее. Развлечение для всей семьи предлагает квест-парк «Империя квестов». Здесь дети найдут веселые приключения, а родители получат удовольствие, наблюдая за увлеченной малышней. В распоряжении мальчишек и девчонок два квеста. В каждом загадки, ребусы и тайны, которые нужно открыть. Ребятам старше пяти лет здесь будет точно интересно. В детском квесте дети учатся применять свою логику, учатся включать, думать сами головой без помощи, как и взрослых. Причем многие дети даже быстрее догадываются в некоторых вещах о взрослых. Мы пытаемся погрузить их максимально в атмосферу, чтобы дети почувствовали себя в сказке. Именно то, что они оказываются в каком-то фильме или сюжете фильма. В этом и есть смысл весь квест. Малыши смогут найти сокровища ацтеков или попасть в волшебный мир Алисы. Час, отведенный на квест приключения, пролетит незаметно. С ребятами здесь работают опытные аниматоры. Единственный минус – это слушать детские впечатления придется очень долго. Обязательно к посещению. Мне бы хотелось продолжить какой-нибудь небольшой кусок квеста. Мне очень понравилось. Там было необычно. Мне больше всего понравилось, как там в ящиках были всякие подсказки, кроли там картинки. Имена можно было туда поставить, присоединить магнитом. Стильно о проблеме вымирающих видов животных в музейно-выставочном центре открыта выставка великого мастера поп-арта Энди Уорхола. Яркие и сочные работы просто необходимо увидеть всем, кто считает себя образованным и интеллигентным человеком. Серия картин «Вымирающие виды» состоит из 10 полотен, созданных в 1983 году. На полотнах можно встретить изображения амурских тигров, орангутанов и черных носорогов. В свое время экспозиция запустила активное зоозащитное движение. Энди Уорхол называют королем поп-арта. Именно он привнес это искусство, несколько нивелировал между элитарным искусством и массовым искусством. То есть искусство должно быть для народа. Оно должно быть понимаемо и, собственно, должно обладать невысокой стоимостью. Собственно, что ему удалось. Переработы Энди Уорхола можно было купить за один доллар всего лишь. А сегодня Энди Уорхол – это самый дорогой художник, который сегодня есть. Отдых для людей с богатым внутренним миром и тонкой душевной организацией продолжится и в грядущий понедельник. Раньше обычного двери предускушенной публикой откроет Ивановская филармония. Ценителям классической музыки прийти просто необходимо. 17 сентября публика, придя в зал, увидит вечер камерной музыки. Будет выступать Дмитрий Сидоров, это солист Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского. Он же является преподавателем Московской государственной консерватории имени Чайковского. А во втором отделении приезжает к нам Ольга Данилова, лауреат международных всероссийских конкурсов, вместе с солисткой филармонией, скрипачкой Надеждой Новиковой. С 12 по 15 сентября в областном центре пройдет первый фестиваль телесериалов «Пилот». В конкурсную программу вошли 20 лент, хотя заявок было подано больше 60. Ивановцы смогут проголосовать за лучший сериал самостоятельно, увидев его на большом экране. Официальной площадкой фестиваля «Пилот» станет кинотеатр «Лот». В эти дни в Иваново приедет множество известных людей, в том числе и президент фестиваля, сценарист, кинорежиссер и продюсер Валерий Тодоровский. В конкурсную программу вошли детективный триллер «Ворона», драма «Учителя», сериал «Свадьбы и разводы», а также мистическая история «Русалки». Зима за тобой ходит. Не позволяй ей тебя любить. Покляйте, русалки, демоны. Черт знает что, у вашей лагани происходит. Я не верю, что это может хорошо закончиться, понимаешь? Не верю. С 16 сентября легендарный цирк Юрия Никулина в Иваново. Праздник трессуры, экзотики и клоунады. Хит-парад цирковых жанров. Экстремальное мото-шоу. Телефон для справок 416013. 15 сентября у нас состоится чемпионат города Иваново по рэкби-7 среди женских команд. То есть давно этого ждали. Девчонки готовятся. Будет просто очень круто. Баталии женские всегда всем интересны. Поэтому рэкби – это не исключение. Будет на что посмотреть. Будут зарубы. Будут команды города Ярославль, Обнинск, Владимир и город Иваново. Соответственно, будет выступать команда «Белые акулы». Приглашаем всех поддержать девчонок, поболеть за них. А в субботу предлагаю отправиться в путешествие в Родниковском районе. В селе Парское будет проходить традиционная парская ярмарка. Гостей ждут множество розыгрышей, интересных мероприятий. А еще чемпионат по футболу в лаптях на траве. Можно будет угоститься вкусными парскими калачами и попить чай из самого большого самовара. Разве 50 километров – это расстояние, если впереди такое приключение? Вот, пожалуй, и все на этих выходных. Увидимся. До свидания.